Пригожин ответил на обвинение в причастности к гибели журналистов в ЦАР пресса интернет и СМИ. 11.36.14 января 2019 года Пригожин ответил на обвинение в причастности к гибели журналистов в ЦАР. Евгений Пригожин фото, Михаил Мицель, ТАС-бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с частной военной компанией «Вагнер», ответил журналисту, депутату от КПРФ Максиму Шевченко. Тот заявил в Facebook, что официальная версия убийства российской съемочной группы в ЦАР грабеж не является достоверной и считает произошедшей жестоким и спланированным убийством в интересах Пригожина. Позицию предпринимателя приводит Риафан. Пригожин заявил, что пост Шевченко не читал и читать не будет. С содержанием публикации его ознакомили журналисты фан-примечания ленты.ру, однако прокомментировал некоторые характеристики Шевченко в свой адрес. «Хочу отметить, что выражение «сучины барыга» больше подходит Шевченко, поскольку на слова журналиста его высказывания не похожи», считает Пригожин. В ответ на упрек Шевченко в том, что бизнесмен ушел от встречи, когда он хотел обсудить с ним смерть журналистов, Пригожин объяснил, что не обязан встречаться с каждым, кто будет об этом просить. «Что касается языка, которым старается объясняться Шевченко, то вряд ли он сумеет научиться блатному жаргону у своего хозяина-уголовника Ходорковского, потому что если Ходорковский попытается говорить на этом жаргоне, то будет выглядеть как петух распальцеванный», — сказал Пригожин. Расследование центра досье, в котором высказывалась версия о том, что убийство друга Шевченко Архана Джамаля, Александра Расторгуева и Кирилла Раченко в цар было спланированным. Депутат считает, что Джамаля с коллегами заманили в республику, чтобы устранить якобы из-за того, что у него есть досье на ЧВК. Депутат отметил, что в августе-сентябре безрезультатно пытался встретиться Пригожиным, чтобы поговорить о произошедшем в цар. Через цепочку знакомых мне было передано, что если я буду поддерживать французскую версию, то он даст мне интервью. «Я хотел спросить его в лицо об убийстве моего друга, если это его люди, то зачем, если не его, то как он поможет найти убийц?» — утверждал Шевченко. «Опубликовало расследование гибели съемочной группы в цар, опровергающей официальную версию, высказанную МИД. По данным исследователей, оставшийся в живых водитель Бинвеню в прошлом был жандармом, его якобы координировал действующий жандарм Эммануэль Котофио, следивший за передвижением группы журналистов по цар. Досье также установило посредников между Пригожиным и Котофио. Жандарм сверял действия с гражданином России Александром Сатовым, которого досье называет доверенным сотрудником Валерия Захарова, советника президента цар по безопасности. Захаров, в свою очередь, якобы тесно связан с бизнесом Пригожина. За лето 2018 года сотов около сот не раз общался по телефону как с Захаровым, так и с Котофио. По официальной версии, журналисты погибли в результате нападения неизвестных, которые хотели их ограбить. В Следственном комитете, СК, России полагают, что, инициируя расследование их публикации в СМИ, интернет-проект Центр управления расследованиями, принадлежал Михаилу Ходорковскому и был ликвидирован после гибели журналистов при мечании ленты.ру. Отправивший журналистов в ЦАР явно преследует цель оправдать собственные просчеты при подготовке опасной поездки. В официальном заявлении СК говорится, что расследователи обвиняют непричастных, больше важных новостей в Телеграм-канале Лента Дня. Подписывайтесь. Предыстория, опровергнута главная версия убийства российской съемочной группы в ЦАР.